Что могу сказать? Фильм конечно стоящий, очень сильный и с глубоким смыслом. Причем в этом фильме есть очень много моментов, когда задумываешься о разных вещах, у каждого я думаю они будут свои. Если вы внимательно смотрели первую часть, а именно восстание планеты обезьян, то и в любых других картинах стоит заглянуть за титры. Каждый фильм я всегда смотрю до конца и жду, что мне намекнут на то продолжение, которое будет. И в 2011 году после титров я увидел это. Первая часть закончилась на том, что лекарство, которое работает над обезьянами, негативно сказывается на людях. И первый разносчик был друг Джеймса Франка, Тайлер Лобайн, который с ним долго работал в лаборатории, Далее все как обычно, чих и все готово. И вот пришло время показать нам планету обезьян революцию, теперь это именно планета обезьян. Действие происходит спустя 10 лет, люди гибнут и стараются выжить, а обезьяны наоборот, процветают. Болезнь видимо убила всех тех, кто что-то слышал за обезьян, от которыми проводили опыты. И поэтому те люди, которые оставались или прибыли из других городов, даже не подозревали, что их ждет впереди. Цезарь, персонаж, который собирает в себе огромное количество положительных качеств, должен принять важное решение после того, как человек убивает сына его товарища. Перед просмотром фильма я думал, что все будет вполне предсказуемо, люди захотят истребить обезьян и жить спокойно, но не тут-то было. У людей заканчивались припасы, а также не было света и они были вынуждены искать решение для своей проблемы. В заповеднике, где теперь правит Цезарь, есть заброшенный завод, который обеспечит тепло и свет городу. Фильм обязательно нужно пересмотреть, особенно если вы прониклись первой частью. Очень жаль Джеймса Франка, который выбыл из картины по непонятным мне причинам. На его место стал Джейсон Кларк, который сыграл великолепно, они подружились с Цезарем и все было бы ничего, если бы не Коба. Обезьяна, над которым издевались в первой части, он никогда не простит людей за это. Идти в кино на 3D или 2D не имеет значения, спецэффектов там немного. Более того, они почти в конце. Драма, экшен, боевик. Когда сливаются все эти жанры, то очень сложно с ними совладать. Мэтту Ривзу это удалось, несмотря на то, что режиссер первого фильма выбыл из проекта в 2012 году, когда посчитал, что ему не хватает времени на то, чтобы реализовать все свои идеи в сиквеле. Когда режиссеру ставят задачу продолжить фильм, над которым он не работал, это очень сложно. Во-первых, нужно все оставить как есть, а во-вторых, стоит задача создать нечто большее. По скрипту, лучше бы Майкл Бэй отдал своих трансформерах кому-то другому. В общем, кто развязал войну и кому стало учить ее завершить, вы узнаете после просмотра. Но даже после этого понятно, что будет третья часть, картина, которую я жду с нетерпением. А с вами был Стас, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши подкасты, обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео. По любым вопросам пишите нам вконтакте, фейсбук, скайп, либо же на почту. Подписывайтесь на наш твиттер, ну и конечно же на мой инстаграм. Всего вам доброго и до скорых встреч.